здравствуйте очередная болталка именно болталка про мастер шеф вчера я посмотрел выпуск с такой бумагой там знаете что-то себе отмечала и знаете поймала себя на мысли что вот прошел даже вчера смотрела сегодня вот уже 12 часов а я вот слабо помню даже конкурсы то есть я смотрю часто на фоне но конкурсы стали не особо интересными или что-то у меня произошло во всяком случае так смотрю почти что на фоне так как я сейчас делаю обзоры я уже стала более внимательно смотреть какие-то делаю заметки первый конкурс я так даже смутно помню не особо меня заинтересовал вот я хотела поговорить про черный конкурс про конкурс черной комнаты немножко они его модернизировали или можно сказать изменили потому что можно слушать на слушать людей со своей команды мне это не совсем нравится потому что если вы хотите показать как участник себя ведет в экстремальной ситуации в черной комнате то не нужно ему подсказывать какой стороне где что-то происходит да там когда заходишь там очень и очень темно ничего не видно и там какие-то звуки издают видимо с команды мастер-шеф там вот это хрюканье какое-то шелестение кто-то такой еще ниже ходит такой еще гадюка ползает но какие-то звуки они видимо включают чтобы еще больше устрашить устрашить участника вот это то что они диктуют мне не особо облегчает я знаете что вот подумала мне вот было интересно почему ребята так боятся особенно там влад до влада не ваня ваня очень кричал там вот мне непонятно почему мужчины должны бояться сейчас скажу мужчине в каждом мужчине сидит тот же ребенок с раки слушайте на то мы и женщины мы женщины должны уметь готовить за собой смотреть примет какую-то нежность любовь куда гармонию в семью вносить да это наше предназначение у мужчин предназначение защищает добывать и вот как-то надо наверное мальчиком понятно что детстве сели боятся темноты но в основном все как-то нужно с собой работать сейчас уже все привыкли чуть-чуть чтобы к этому к этим психологам ходить я вот такую фразу скажу может не совсем относится к мастер-шефу я сейчас вот насчет психологов еще раз повторюсь болталка иногда знаете вот вот мы же раньше моего года люди чуть более молодые более старшие но как-то мы росли без психологов кто-то скажет сейчас мир изменился да понятно изменился но вот эти психологические вот моменты которые разбирают не всегда идут на пользу к чему я веду иногда вот ты растишь ребенка него вкладываешь в чем-то себя отказываешь ставишь его на ноги и все равно понятно что мы ниже не сами люди не психологи совершаем какие-то ошибки по отношению к нам совершали ошибки мы можем совершать какие-то ошибки а-ля ошибки эти ошибки ты даже не знаешь ошибку совершил ты потом просто понимаешь что возможно можно было как-то не так себя повести и потом твой ребенок идет к психологу ты его поставил на ноги он имеет возможность пойти к психологу и там психолога получает разрешение нас простить родители вот вы заметили какой надо абсурд выходит я вот так смотрю, почему я говорю про психологию, так, я тороплюсь обычно, сейчас начну медленнее говорить, почему я об этом говорю, потому что я сама даю психологические консультации на разные темы, ну, в общем, с Инстаграма это идет, неважно. И вот когда я всегда на стороне родителей, я, может быть, это не покажу, но я хочу рассказать и показать подростку, человеку, что, ну, не всегда мы понимаем, и это не со зла, это не со злого умысла, это от незнания часто, это с хороших побуждений часто родители могут якобы совершить ошибку, знаете, и вот, к чему это вела? И вот как-то, я думаю, раз уже все бегут к психологам, ну, наверное, нужно родителям подумать над тем, чтобы из мальчика воспитать мужчину, который не боится зайти хотя бы в темную комнату. Вот так если подумать, да, что в этой темной комнате может быть такого страшного, что у некоторых такая истерика, но если ты пришел на мастер-шеф, ты уже, во-первых, знаешь, что там есть, в каждом конкурсе есть темная комната. Ну, как-то поработать над этими страхами, ну, более серьезно отнестись к этому. Вот вспомните, Миланович, как он выиграл вообще? Он настолько сильно подготовился, потому что он смотрел наш сезон, у него уже был восьмой сезон, он настолько сильно подготовился, он говорит, Карина, я каждое блюдо, которое вы готовили, я готовила у себя дома, и готовила до тех пор, пока оно у меня не получится. Вот я шел на мастер-шеф, я знал, я хотел победить. И вот человеку цель. И вот когда вот этот парень, Ваня, начинает это истеричное такое поведение, вот ты смотришь, думаешь, ну, парню 27 лет, ну, ну, как-то немножко подумаешь, мне даже кажется, камаху больше можно бояться, чем темную комнату, потому что темную комнату, ты понимаешь, там, тем более на мастер-шеф, 3-й тысячелетий, там тебя не убьют, змея не допустил, что змея тебя укусила. Ну, немножко нужно поработать над своими эмоциями, чтобы там не кричать, не орать, еще девочкам как-то позволительно, а когда парни начинают там истерить, то я просто не понимаю это. И вот самый лучший там, ну, вот Иван с Одессой, да, Иван с Одессой там, и Ваня, да, Ваня это, ну, немножко там закапишевала, я допускаю, женщинам это возможно, они не могут, они могут себя настроить, но когда заходят в такую комнату, они могут себя ввести там бы иначе. Я, например, когда зашла в комнату, я абсолютно, если вы помните, ну, я просто подходила, я просто себя настроила на то, что там ничего плохого не будет. Съемочная команда не допустит того, чтобы меня там съели, проглотили, укусили, задавили, задушили. Я это понимала. И ты когда фокус держишь на том, что на реальных событиях, что там этого не допустят, сейчас там я иду в темную комнату, но там не допустят, что там что-то случилось плохое, то ты спокойно туда и заходишь. Все же из нас, все у человека в голове, он может над ногим поработать у себя в голове, просто посидеть и подумать, проанализировать и себя настроить, и фокус держать на этом. Ты сейчас идешь в черную комнату, там с тобой ничего плохого не случится. И вот балерина, я, кстати, за нее болею, вот она там начала, и вот мне не понравилось, знаете, как, кто-то сказала, по-моему, Лиза сказала, что взрослая женщина, да, если она, да, если что такое, взрослая женщина боится в темной комнате, а сама, ну, знаете, вот этот мне надоело, когда они начинают, молодые, ставить акцент на 40+, 50+, так хочется сказать, вы что, с детдома выросли? Или у вас родители отсталые? Я не могу понять, почему вы удивляетесь, когда человек 40+, или 50+, как-то иначе себя ведет, и вы начинаете вот упрекать. Ну, 40+, 50, там, Кристина, по-моему, и Лиза, Лиза точно второй раз это уже говорит, потому что один раз она говорила насчет того, что взрослая женщина, и она понимает, что за ее спиной говорят, а она выходит и начинает с ними общаться, она просто не понимала, что балерина гибкая, гибкие люди как раз-таки не ломаются, а она же с того театрального поприща, где вообще там и не снилось простым людям, которые не работают в той сфере, какие там могут быть козни. То есть она тогда сказала, что взрослая женщина, сейчас она, по-моему, опять, я снялась, по-моему, вы вообще своих родителей за кого считаете? Ваши родители вообще, что ли, не разбираются в жизни? Они так себя ведут, что, а, наоборот, они ведут себя так грамотно, ваши родители, так дальновидно, что вы удивляетесь, что человек, который младше ваших родителей так же, примерно, себя ведет, у тебя вот это, у меня вот это не клеится, я вот это не могу понять, в чем причина. Вот, и Кристина меня удивила, что такая истерика у нее была, ну, просто истерика, но еще больше меня удивила. Ладно, я истерику допускаю, и кто-то не проработал со своими эмоциями, когда заходил в черную комнату, но еще больше меня удивило, когда она, когда кто-то после нее зашел, и она сказала, я прям записала эту фразу, что, она говорит, да там все спокойно, успокойся, там ничего страшного, а Ярославский повернулся к ней и говорит, а вы как себя вели там? Она говорит, а вы что хотите сказать, что у меня, что, вы что хотите сказать? Что я боялась, да хотите сказать? Вот, я прям записала, вы хотите сказать, что я боялась? Нет, ты не просто боялась, у тебя была конкретная истерика, возможно, когда она сейчас посмотрит это видео, она увидит, что она конкретно истерила, не могла совладать с собой, ну, я не знаю, как тут вот это осуждение, постоянное осуждение, постоянно вот знаете, видение все в плохом свете по поводу участника, который с тобой работает, даже на то, она вышла с уксусом, по-моему, из какой-то ягоды, или с чем она вышла, а она уже как что-то разговаривала, что-то плохое говорила про других участников, я просто не могу понять, у них родители есть, чему они их воспитали, как они их воспитывали, к чему они приучали, осуждать ссоры, осуждать таких, ну, представляете, как они с родителями тогда общаются, если они просто коллегу, коллегу, обычно коллегу поддерживаешь, во всех случаях, если не поддерживаешь, ну, как-то стараешь толерантно относиться, ничего плохого не сказать, не знаю, у меня вот эта ситуация с этой черной комнатой, я не поняла, психолог, вот, достаточно всего, зашел, взял, что надо и вышел, и причем с хорошим комплектом, по-моему, он вышел, вот, так что, не знаю, вот, удивило, что этот Ваня с Одессы, буря, вместо перепутал буряк с кокосом, ну, как, ты что, пробуешь, это знаете, почему перепутал, потому что настолько были у него отключены мозги, что он даже не мог сконцентрировать и понять, что буряк, в принципе, мягкий, но во всех случаях, если не мягкий, но не такой твердый, и поверхность у буряка не такая шероховатая, волосистая, как у кокоса. Когда человек отключает мозги и действует на эмоциях, он мало что соображает, я просто не удивляюсь, что он перепутал буряк, например, с кокосом, вот, что-то, ну, я не знаю, когда вот мне там, знаете, что не понравилось, вот эта НАТО девушка, она очень любит командовать, если вы заметили, во-первых, у нее такой налет, вот, я думаю, что она хороший был бы работник, ценный наверняка она была бы работник, потому что она хорошо раздает распоряжение, такой у нее голос поставленный, даже как она, когда у нас была Лиза, НАТО была, в какой-то команде она была, что она абсолютно не обращала внимания на капитана, я понимаю, человек не обращает внимания на капитана, когда ты понимаешь, что капитан не ведет себя не так правильно, и, возможно, из-за действия капитана ты проиграешь, вот она в тот момент раздавала, я говорю, что я вот смотрела так как-то, не так, видимо, внимательно, она, ну, одна такая цепочка у меня, НАТО раздает команды, довольно сухо и жестко разговаривает, ну, в принципе, это у нее отражается на лице, возможно, как человек, она нормальный, хороший, с ней можно, возможно, с ней, я вот так подозреваю, что с НАТО можно пойти в разведку, потому что она не подведет, ну, вот, манера общения, а-а, некомфортная, вот, с ней, ну, как мне кажется, некомфортно, и все, так, я вот сейчас, по-моему, уже 11 минут, ну, такое у меня, знаете, сложилось, я все время сидела, знаете, и думала, сидела и думала, вот, интересно, с каждым сезоном как-то все больше показывают, возможно, или они, на самом деле, такие негативные качества человека у участников, да, вот, взять то, что кролика, вот, Вику, помните, в очках кондитера, взять, или стали больше показывать, или люди такие, персонажи такие стали подбираться, но у меня за все время, как я начала, вот, смотрела вчера Мастер Шеф, мне не покидало ощущение ни комфортности, ни удобства, какого-то такого огорчения, вот, мне не покидало чувство огорчения, что, блин, не хотелось бы оказаться, ну, в такой компании, у меня же, знаете, дочка маленькая, ну, как маленькая, 16 лет, и если вот так выпускать в жизнь, и она попадет в такие условия, с одной стороны, это как бы хорошо, ты начинаешь выживать, но выживать тебе легко, если ты прошла уже путь, например, как Ира, балерина, да, она прошла хорошую школу, там у себя в театре, ни для кого секрет, что в театральном мире ставят подножки еще так, там уже идет такая зависть, подстава, профессиональная зависть очень сильно влияет на всех, и они начинают, исходя из этого, вредничать, вредничать, слабо сказано, а когда молодой человек идет в жизнь, да, то вот если вот моя дочь столкнется с такими людьми, я вот не знаю, будет тяжело, это вот непонятно, когда вот, сейчас я перейду ко второй части, когда вот, знаете, они голосовали, вот эти конкурсы, когда голосуют напротив участника, ставят палочки, кто более сильный, кто менее сильный, кто более слабый, то всегда такие конкурсы вызывают бурю эмоций, как у зрителей, так и внутри команды начинаются такие разлады, ах, ты проголосовал за меня, что я слабый, ну, давай-давай, сейчас посмотрим, и это переносится потом на свои действия по отношению к участнику. Ну, вот сейчас я вторую часть расскажу, потому что уже 13 минут, я знаю, что, и плюс… Ладно, сейчас.